Приветствую вас и отезжая на ваш запрос, я бы хотел сказать так, что использовать можно метафоры, записки, романтические поступки, признание, то есть я имею ввиду здесь признание это не словесное что-то, а это именно выраженное в творчестве, в песне, в чем-то вот таком еще, понимаете, то есть для проявления симпатии нужно просто показать человеку, что он вам не безразличен, это можно делать жестом, это можно делать отношением, это можно делать интернацией в голосе, это можно делать общением, это можно делать как бы в диалоге, в поступках, ну и так далее. Другое дело, другое дело, что вы пишете о том, что очень порядочные люди, и вот непонятно мне, как порядочность мешает быть открытым в выношении чувств. Вообще-то говоря, это не порядочность и воспитание, это, тут я соглашусь со своим коллегой, это зажатость и стеснительность, которая привита вашими родителями, рассмотрена вам, для того, чтобы вы были, по их мнению, тем человеком, которому легче всего живется. Но в действительности это, конечно же, не так. В действительности вы обладаете своим собственным набором качеств, которые, как вы видите, не проявляются. То есть проблема ваша заключается в том, что вы немножечко путаете проблему соотношения причины и следствия, да, с тем, чтобы достичь цели, которое у вас есть сейчас. Я немножко поясню свою мысль, значит, вы сейчас хотите объясниться симпатии мужчины. Предположим, какие-то слова для этого вы найдете. И предположим, что мужчина точно найдет некоторые слова для того, чтобы объясниться симпатии вам. А что дальше? Ведь, чтобы быть в отношениях, чтобы работать над отношениями, нужно постоянно проявлять чувства. Это не что-то одноразовое. А раз вам воспитание и порядочное запрещают, не позволяют, то будут проблемы. Будет недопонимание, будут недомозки, недоговорки, отсюда обиды и так далее. Соответственно, кому-то из вас нужно быть более раскрепощенным. Больше раскрепощенным, чтобы, собственно, работать над отношениями. И вот здесь важный момент. Порядочность и воспитание – это положительные качества. И порядочно являются вы открыто выделить свои чувства к человеку, ибо в этом нет ничего дурного. И, соответственно, если воспитание вам не позволяет, то это вам идет во вред, и то, что вам идет во вред, нужно прорабатывать и убирать. Это означает, в свою очередь, что если вы хотите успешно строить свои отношения, то вам нужно для начала разобраться в себе и не стесняться открытому проявлению чувств. Для этого необходимо проработать детско-родительские отношения и ваши собственные, может быть, комплексы, зажимы, страхи и сомнения. Чтобы вы могли для себя быть свободны, а вы сейчас не свободны. Вы хотите объясниться и не можете? Возникает вопрос. Разве это нормально, что вы хотите сказать человеку о своих чувствах и не можете? Ненормально. И вот именно потому, что ненормально, с этим нужно что-то делать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Спасибо.